С вами Дмитрий Михайлов и очередной монтаж. Перед вами топка польского производства краткие и штроба. Я вам покажу, как надо подключаться. Это всего лишь один из вариантов. Шибер здесь уже установлен, родной. На болтиках вставлен. Это большое преимущество. И штроба 140 на 270. Мы тогда будем вставлять овальную вставку. Скажу, что у нас получится. Как можно подключить, какие нюансы могут возникать при подключении. Смотрим, а мы работаем. Я полностью загилизовал шахту овальной трубой 120 на 10, толщиной 1 миллиметр. Сейчас я вам расскажу про некоторые особенности. Визуально увидели картинку, теперь по деталям. Вот эта вот вставочка. Обязательно для разгона необходим прямой участок. 25. Лучше полуметра для разгона дыма. Потому что если вы поставите 45 или 90, то могут быть проблемы. Его удовольствия никого не будете получать. А если учесть, что здесь еще шиберная заслонка есть, встроенная через ручку, то когда вы ставите 45 угол, либо 90, шиберная заслонка, она вот так держит. Она в положении открыта. И перекрывает вам просто часть дымохода. То есть вывоз, труба ушла в сторону, дымоход перекрывает. И тяга ухудшается в разы. Просто в разы. Поэтому прямой участок обязательный. Минимум 25. Лучше полуметра. И все. И пошли. Угол 45 для смещения 90. И между ними, чтобы было все красиво, подогнали еще вставочкой. Все. И врезались мы в тройник. Тройник 120 на 230 овальный. Миллиметровка. Везде миллиметровка стоит, только миллиметр. И врезались мы в него. Я там герметик поставил. И снизу у нас стоит прочистка. Прочистка обязательно должна быть. Если вы хотите нормальный дымоход. Остается. Мы видим у нас, что находится в канале. Надо почистить, почистили. Надо птичку спасти. Спасаем птичку. Никаких проблем. И сборник конденсата. Сборник конденсата проварен в этом варианте. Течь нигде не будет. Ну, снизу сосок стоит. Одна-вторая резьба тоже проварена. Когда проектируете дом, учтите, что самый лучший дымоход это приставной. Не важно, утепленный он, неутепленный. В шахте стоит. Объясняю почему. Это автономная система. Дымоход отдельно. А вот это подключение отдельно. Здесь ни на этот сегмент сварки, ни на этот, ни на этот ничего не давит. А когда вы нагружаете все, там сместились двумя сорок пятыми, вот эти вот сегменты, на них идет большая нагрузка. Помимо того, что температура действует на них, дымоход расширяется, плюс еще и вес. Поэтому, если не хотите, проблема, хотите, чтобы дымоход работал четко, камин работал четко, сразу продумывайте приставные дымоходы. Все будет у вас класс. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Подписывайтесь на мой канал. Покупайте у меня дымоходы. Еще раз напоминаю, все, что вы видите, вы можете приобрести у меня. Консультацию даю. Никаких проблем. Звоните. Потому что люди звонят, спрашивают. Не обязательно, мне надо покупать. Просто можете звонить и спрашивать. Ну и не забываем, что я нахожусь в Минске. Работаю по Минску и Минской области. Все, еще в одном доме будет тепло, будет класс. С вами был Дмитрий Михайлов. Коммент бай. Пока. Не забываем подписываться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.